Приветствую вас! Простите меня, пожалуйста, заранее, если будут неприятные шумы, это ремонт делают, это этажом выше. Значит, что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, видимо, для вас не совсем приемлемы стандартные рекомендации в данной ситуации, потому что, как я понял, вы жили с человеком, жили и живете пока. С человеком, который, вообще-то говоря, ну, очень неуверен в себе и эгоистичен и боится вас потерять, вот, потому что понимает, что только вы его терпите, вот, только вы выносите все, что он вам дает. Вот. Значит, вы говорите, что 10 лет вы этим человеком живете, и с первых дней отношений проявлялся очень иронический настрой у него. Ну, вот, помимо того, почему вы согласились на жизнь с человеком, если с первых дней видели, что у него геронические наклонности, ради чего вы с ним жили, ради чего вы с ним были, вот, помимо этого. Мне хочется вам сказать, что вы молодец, вы провели на собой работу, вы справились, вы смогли сделать так, что он перестал быть тираном, но опять же, поймите, что вы, по сути дела, себя обманывали. То есть, вы не исправили тирана, вы подавили в нем определенные тиранические наклонности, вы лишили его возможности проявлять к вам тиранию, вот. Но при этом, при этом, вы его не исправили, потому что исправиться человек может только в том случае, если он этого хочет сам. А ваш мужчина очевидно, что этого не хотел, очевидно, что этого не хочет, и очевидно, что он действительно искал поводов для того, чтобы вновь диранизировать вас. Значит, вы говорите о том, что вы провели многолетнюю работу над собой, по выходу из позиции жертвы и по тому, чтобы в зародище пресекать все вот эти ситуации. И не очень понятно, почему вы сейчас, находясь в другой ситуации, ну, при прочих равных условиях, я имею в виду, что вы же с ним все это время жили, вы хотели, наверное, с ним жить. Ведь вам есть что-то двигало на то, чтобы терпеть от него все это, вот. Значит, смотрите, вот, почему вы сейчас не можете провести ту самую многолетнюю работу над собой. Если вы изменились, если вы перестали получать удовольствие от страданий, для человека, я не говорю, то это, получается, сохранилось и сейчас, на данный момент. Но вы вновь оказались в этой ситуации, значит, и вы не изменились тот, получается. Если все началось, как первый день, и если он начал над вами издеваться по полной программе, значит, вы не изменились. Потому что вы не позволяли ему над собой так вести не потому, что вам некуда бежать, и вы тут никого не знаете, а потому что вы остались, наверное, тем же человеком, тем же человеком, который находится в позиции жертвы. То есть, нужно анализировать многолетнюю работу над собой. Что это за работа? Какая она? И так далее. Замуто получается, что вы себя обманываете. Допустим, вам некуда бежать, что это значит, что вы всегда можете уехать домой. Вы всегда можете просто уйти от него. Если вы никого не знаете, то вы можете узнать. То есть, проблем это как таковой нет. Именно в этом. Но есть проблема в том, что вы изначально соглашаетесь на эти отношения. Изначально соглашаетесь на них. И вы говорите, что я уже не верю ни в какие нормальные отношения. У вас и не было нормальных отношений, потому что по факту вы человека как-то вот подавили, и сами вы внушили себе, что вы не из этого, и что вы изменились. На самом деле, без психологической помощи, без психологической работы вам не измениться. Я не знаю, почему тут так все повернулось вспять. Ищите вы. Потому что он таким был всегда, он не менялся. Но в деле он правда настолько больной человек, что не может жить без моих страданий. А он не болен. Тиран пытается полностью подавить другого, полностью его дискредитировать, чтобы за счет этого самоутвердиться. Тирания не является психическим заболеванием. Тирания является моделью поведения. И проявлением эгоизма, страха и неуверенности в себе. Поэтому не будет это для того, чтобы подавить вас, чтобы быть более уверенным в себе. И человек не работает над уверенностью в себе сам. Он работает над уверенностью в себе через вас. Вот за этим ему это нужно. Я больше так жить не могу. Я думаю, что все изменилось. Но ничего подобного. Надеяться ни на что не стоит, я думаю. Да? Да. Вы правильно понимаете. Надеяться ни на что не стоит. Тиран будет измениться только в том случае, если будет работать с психологом. Если будет работать на постоянной основе, потому что позиция тирана идет, как правило, из детства или из подросткового и юношеского возраста. Поступить в этой ситуации вам можно следующим образом. Либо вы проводите опять работу по той же схеме, что и так да. И работать над своей независимостью от него. Что это вы говорите, что вы говорите на 150% и ему блевать. Ага. Подумайте о своих мотивах. Для чего вы выкладываетесь? Зачем? Ради чего? Ради кого? Ради него это делать. Нужно перестать. Нужно больше заниматься собой. Делать что-то для себя. Если вы в этой стране собираетесь жить, соответственно, подумайте, как вам узнать кого-то, как вам самостоятельность некую обрести. В этой ситуации вам нужно поступить достаточно жестко и сказать, например, своему мужчине, что если он не будет вести себя иначе, то вы от него уйдете. И это действительно нужно сделать. Но даже если вы от него уйдете, то это вот ваша позиция в отношениях, что вы жертва, и что вы зависимый человек. Там, если бы вы не были зависимый, то вы бы давно от него ушли. Это останутся вот эта черта, эта позиция. И эта черта, эта позиция имеет корни. Она имеет корни, и корни имеет она довольно серьезные. Это корни опять же в детстве. Это модель женского поведения. Это уверенность в себе. Это подребности, которые вы удовлетворяете через этого мужчину и через отношения с ним. И вот все вот это нужно разбирать с вами. Чтобы вы выходили и спасли все черства, и строили такие отношения, которые бы хотя бы не несли вам вреда. Вот хотя бы. Вот так. Как разобраться, спрашиваете вы, и этот вопрос не очень понятен. Разобраться с кем? Или с чем? Если вы хотите разобраться с собой, тогда приговорите к консультированию. Если вы хотите разобраться с мужчиной, то опять же, разбираться в нем нет смысла. Его все устраивает. У него есть положительный для него результат от своего поведения. Ему меняться нет смысла. Он не должен меняться, на самом деле. Он не должен меняться, потому что у него нет стимула. Чтобы у него появился стимул меняться, нужно, чтобы вы вывели его из зоны комфорта. Чтобы вы стали независимы от него, вам нужно удовлетворять свои потребности самостоятельно. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.